Великого Поста Великий Пост мы знаем, что это самое драгоценное и святое время в году. Время, когда душа обновляется, когда она восходит от житейских сует и печали к единому на потребу и удостаиваться лицезреть страсти и победу над смертью Господа, то есть Страстную Седмицу и Пасху. Великий Пост – это древнейшее установление Церкви. Мы знаем с вами, что христиане постились уже в I и II веках. Нет более древнего поста. И, соответственно, и богослужебно пост отмечен самыми удивительными службами, самыми удивительными праздниками. Для Великого Поста создана специальная книга, которая называется «Триодь постная». Триодь – триодион, то есть три песнец, потому что только в триоде встречаются особые богослужебные песнопения, состоящие из трех песен. Как правило, каноны состоят из девяти песен, правильнее из восьми, потому что вторая в большинстве канонов отсутствует. Но вот в Великий Пост существуют еще и особые три песнецы. Но для нас с вами сегодня важно познакомиться именно с праздниками Великого Поста. Ведь эти праздники, подобно ступенькам лестницы, возводят нас от земли к небу. Великий Пост наступает календарно до того, как он наступает реально. Календарно, богослужебно мы начинаем готовиться к нему за три недели, то есть за три седмицы. И, соответственно, существуют так называемые подготовительные недели Великого Поста. Здесь я должен напомнить, что неделя по-славянски означает воскресный день. Четыре воскресных дня, четыре недели подготовительных Великого Поста и потом уже сами недели воскресные дни Великого Поста. У каждой из этих недель есть свое название. Каждая из этих недель является праздником. И мы с вами можем бесконечно долго говорить о духовной значимости этих названий и как они связаны в единую цепочку. Моя же миссия сегодня состоит в том, чтобы самыми краткими комментариями перечислить эти праздники. Первая подготовительная неделя Великого Поста – неделя о мытрии фарисеи. Все прекрасно помнят эту притчу, притчу, в которой говорится об образе покаяния. Соответственно, в эту неделю Церковь нам напоминает, что без глубокого покаяния нельзя встать на путь спасения. Дальше, вторая неделя Великого Поста подготовительная – это неделя о блудном сыне. Блудный сын, который сначала расточил имение своего отца, оскорбив его, а потом покаялся и вернулся к своему отцу, и вместо наказания получил прощение – это образ человека, который хотя и соблазнился и пал, но должен всегда помнить о дороге к небесному отцу, о дороге, которая всегда выведет его к истине. Это неделя о блудном сыне. Далее мы отмечаем неделю о страшном суде. Неделя о страшном суде, в которую читается пронзительный канон, по преданию написанный Кириллом Александрийским. Канон о страшном суде, о разгибающихся книгах, о всем человечестве, которое встает перед Богом, которое нелицеприятно судит, отделяя овец от козлищ, праведников от грешников. Эта неделя особо нам напоминает, что не цепляться мы должны за эту временную жизнь, что не суетным удовольствием предаваться, а быть поистине верными служителями Бога. Неделя о страшном суде уводит нас уже в Масленицу, в этот церковно-народный праздник, который завершается прощенным воскресением. Это последнее воскресение перед началом Великого Поста, когда, испросив прощения друг у друга, примирившись со всеми, простив друг друга, мы берем благословение на Великий Пост. И этот удивительный праздник, когда все собираются в храме вечером, когда священники золотистой одежды меняют на черные, когда сам священник, предстоятель или епископ первым делает земной поклон и говорит, благословите меня, отцы честные, братья и сестры, и простите все, что я совершил плохого, в чем согрешил все день и во все дни жизни моей, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. Вот с этого дня начинается само Великопостное странствие. В церковном календаре этот день также называется воспоминанием изгнания Адама из рая. Перейдем к праздникам самого Великого Поста. Все помнят, что первый день Великого Поста называется Чистый Понедельник. Конечно же, люди и физически чистились, мыли свои дома, чистили свои комнаты, меняли одежду, постельное белье, умывались, парились. Обязательно это было в русском календаре, но самое-то главное не в этом. Самое главное в том, что баня души, очищение души должно произойти в эти святые дни. И резкий переход от масленичных гуляний к чистому понедельнику и ко всей чистой неделе, он очень характерен. Если русская разгульная, порою такая широкая душа могла во всей полноте отдаться праздникам и ликованиям масленицы, то также русская душа не мирилась с продолжением этого праздника даже на час, даже на несколько часов первого дня Великого Поста. Боже упаси, если на родной среде находили такого не остановившегося гуляку в чистый понедельник. Его быстро сама крестьянская община приводила в порядок, например, путем окунания в прорубь. Русской душе, наверное, свойственны вот эти резкие переходы из одного состояния в другое. Пословица очень емко говорит, не все коту масленица, будет и Великий Пост. Первые четыре дня Великого Поста в храмах читается великий покаянный канон Андрея Критского, пронзительное творение святого архипастеря и преподобного отца, в котором находим диалог, беседу с душою своею о покаянии, о необходимости отказаться от греха. И лейтмотивом звучит удивительный кондак, написанный еще романом сладкопевцем. «Душе моя, душе моя, восстань, что спишь? Конец приближается, и имыши смутитесь». Первым воскресным днем Великого Поста является неделя торжества православия. Мы укрепляемся в своей вере, мы торжествуем особый праздник, праздник восстановления иконопочитания, которое произошло в 843 году, более тысячелетия тому назад. Но вместе с тем благодарим Бога за чистоту и красоту всей своей православной веры. Во всех храмах служатся особый молебен, молебное пение недели торжества православия. Следующим праздником Великого Поста, следующим воскресным днем является неделя Григория Паламы. Великого подвижника, молчальника, исихаста, учителя блаженного безмолвия и Иисусовой молитвы, человека, который всю свою жизнь отдал и собрал в своем богословии все тысячелетнее христианское наследие Церкви. Один из последних святых Византии, живший в XIV веке, он завершает как бы собою весь блестящий сон святых отцов и учителей Вселенской Церкви. И еще с самых древних времен память святителя Григория выпадает на вторую неделю поста. Третьей неделей, которую называют средокрестной, мы отмечаем крестопоклонное воскресенье, когда в центр храма выносится крест Господень. Это утешение нам три недели уже пережили, еще три недели впереди, а дальше Страстная Седмица. И для утешения и для назидания верующих на целую неделю в центр храма выносится крест, и мы воспеваем песнопение «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресенье Твое славим». Наконец, следующим воскресным днем после крестопоклонной является неделя Иоанна Лествичника. Книга Лествица – одно из самых удивительных аскетических произведений, которые находятся в православной библиотеке. Думается, каждому из нас стоит почаще обращаться к этой духоносной книге. Во многих монастырях и храмах ее вслух читают в дни Великого Поста. Иоанн Лествичник написал эту книгу, состоящую из 30 глав, как 30 ступенек, возводящих нас на путь спасения. Пятая неделя Великого Поста – это неделя преподобной матери нашей Марии Египетской, великой подвижницы, которая была сначала страшной греховодницей, женщиной блуда, женщиной нечистоты, которая, однако, в своем покаянии стала выше множества величайших аскетов и отшельников. Она удостоилась великих даров чудотворения и спасена была. Мы в этой неделе читаем вновь канон Андрея Критского и восхваляем Пресвятую Марию. Мы в этой же неделе отмечаем еще один значительный праздник, связанный с Великим Постом, который называется «Похвала Пресвятой Богородицы», суббота, пятой седмицы Великого Поста. Похвала Богородицы. Для этого дня специально составлен был Акафист, который так любит всякое православное сердце. Акафист Божьей Матери, взбран в воеводе. И в древности один раз в году он только читался. Именно в этот день похвалы Божьей Матери. Наконец, закончив неделю, которая в воскресный день отмечается память Святой Преподобной Марии Египетской, мы вступаем уже в неделю последнюю перед Страстной. Заканчивается эта неделя Лазаревой субботой и Вербным воскресением. Вербное воскресение – это великий двунадесятый праздник, который вводит нас уже в саму Страстную седмицу. Христос воскресил четырехдневного Лазаря и вошел в Иерусалим, чтобы спасти каждого из нас, чтобы умереть на кресте, дабы мы воскресли. Страстной седмице стоит посвятить отдельную беседу. Дорогие братья и сестры, желаю всем, переживающим спасительной седмице Великого Поста, дорожить этим временем, хранить его, как тот драгоценный дар Бога, и удостоиться встречи Святой Пасхи. Храни всех, Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова